Забвение К скверным последствиям грехов относится и то, что из-за них Аллах предает забвению, оставляет своего раба и предоставляет его собственной душе и шайтану, а это погибель, от которой нет надежды спастись. Всевышний Аллах сказал, о вы, которые уверовали, Бойтесь Аллаха, и пусть душа смотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и он заставил их забыть самих себя. Они нечестивцы. Сура сбор, аяты 18-19. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. О вы, которые поверили Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и поступали согласно его шариату. Бойтесь Аллаха и остерегайтесь его наказания, исполняя то, что он повелел вам, и отдаляясь от того, что он запретил вам. И пусть каждый из вас задумается о том, какие деяния он приготовил для судного дня. Бойтесь Аллаха во всем, что вы делаете, и во всем от совершения чего отказываетесь. Поистине Всевышний Аллах знает о том, что вы делаете, и ничто из ваших деяний не укрывается от него, и он воздаст вам за них. О верующие! Не уподобляйтесь тем, кто отказался исполнять обязанности, возложенные на них Всевышним, из-за чего он заставил их забыть о собственном благе, то есть о благих деяниях, которые помогли бы им спастись в судный день от мучений. Такие люди названы нечестивцами, они вышли из повиновения Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, Тафсир Муэссар. Он повелел бояться его и запретил своим верующим рабам уподобляться тем, кто забыл его, отказавшись от богобоязненности. И он сообщил, что он наказывает того, кто отказывается от богобоязненности, заставляя его забыть самого себя, то есть забыть о том, в чем благо для него, что спасает его от кары Господа и несет ему жизнь вечную с его совершенным блаженством, радостью и наслаждениями. Аллах заставляет его забыть все это в качестве воздаяния за то, что он забыл о его величии, о страхе перед ним и исполнении его велений. И мы видим, что ослушник не заботится о собственном благе и упускает его. Аллах делает сердце его небрежным к его поминанию, и он следует своим страстям и остается ни с чем, упуская благо мира этого и мира вечного, лишаясь вечного счастья в обмен на ничтожнейшее удовольствие, подобное летнему облачку или быстро исчезающей тени. Всевышний Аллах сказал, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию, кто потакает своим желанием и чьи деяния окажутся тщетными. Сура пещера, аят двадцать восьмой. То есть, и не подчиняйся тем, чьи сердца мы сделали беспечными и небрежными к нашему поминанию, тем, кто предпочитает свои страсти покорности своему Господу и чьи деяния напрасны и тщетны. Сны пустые и только, или тень, что исчезнет, на подобный обман никогда не поддастся разумной. Это величайшее наказание, когда Аллах заставляет своего раба забыть самого себя и пренебречь собственной душой, так что он лишает ее удела и доли от Аллаха и продает все это за то, что того не стоит, за унижение, за ничтожнейшую цену. Он сознательно теряет того, без кого не может обойтись и кто незаменим, променяв его на то, без чего вполне можно обойтись и что легко заменяемо. Все, что ты потерял, возместить возможно, и только Аллаха тебе никто не заменит. Аллах заменяет собой все иное, но ничто не способно заменить его. Он избавляет от потребности во всем, но ничто не способно избавить от потребности в нем. Он защищает от всего, но никто не защитит от него. И он оберегает от всего, но никто не убережет от него. Как же может человек не нуждаться в покорности тому, чье положение таково, хотя бы мгновение ока? И как может он забывать опоминание его и не исполнять его веления так, что он в конце концов заставляет его забыть самого себя, в результате чего он теряет свою душу, притесняя ее величайшим притеснением? Поступая так, раб Аллаха поступает несправедливо не по отношению к своему Господу, а по отношению к самому себе, и Господь не поступает с ним несправедливо, это он притесняет самого себя. Выход за пределы совершенного поклонения. К скверным последствиям грехов относится и то, что они выводят человека за пределы поклонения Аллаху так, будто видишь его, или по меньшей мере, помня о том, что он видит тебя, ихсан, и лишают его награды, которую получают достигшие этого положения. А ведь, завладевая сердцем раба Аллаха, оно удерживает его от ослушания. Поистине с тем, кто поклоняется Аллаху так, будто видит его. Это происходит потому, что его сердцем завладели поминания его, любовь к нему, страх перед ним и надежда на милость его. Он как будто видит его сердцем своим, и это мешает ему захотеть ослушаться его, не говоря уже о том, чтобы осуществить такое желание. А когда человек выходит за пределы этого положения, то он упускает возможность обрести особых спутников, достигших этого положения, и лишается прекрасной жизни, которую обретают они, и вечного блаженства. Когда Аллах желает человеку блага, он оставляет его внутри общего круга верующих. Если же он ослушивается его, совершая грех, выводящий его за пределы этого круга, как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, не совершает человек прелюбодеяние, будучи верующим, и не пьет он вино, будучи верующим, и не ворует он, будучи верующим, и не грабит, забирая то ценное, на что люди поднимают взор с сожалением, будучи верующим. «Остерегайтесь же, остерегайтесь этого, и помните, что пока еще есть возможность покаяться», — передали Аль-Бухари муслим. Если это происходит, то он выходит за пределы круга обладателей полноценной веры. Аль-Куртуби сказал, «Хадис содержит предостережение от трех скверных деяний, которые являются основами скверных деяний, тогда как их противоположности являются основами благих деяний. Это объявление дозволенными запретных лон, то, что приводит к затуманиванию рассудка, вино, упомянуто потому, что в большинстве случаев именно оно затуманивает рассудок. И воровство, поскольку это самый распространенный вид присвоения чужого имущества без права. Грешник продолжает считаться верующим, однако вера его перестает быть совершенной. Когда Джафара ибн Мухаммада спросили об этом хадисе, и он начертил на земле круг и сказал, «Это круг веры». Затем он начертил вокруг него еще один круг и сказал, «Это круг ислама». Если раб Аллаха совершает прелюбодеяние, то он выходит за пределы этого меньшего круга, но не выходит за пределы того. И если у человека есть часть веры, то это не означает, что он должен называться верующим. Подобно тому, как человек, у которого есть немного знаний и понимания религии, не называется ученым и факыхом. И тот, у кого есть немного смелости и щедрости, не называется храбрецом или щедрым. И тот, у кого есть немного богобоязненности, не называется богобоязненным. И так далее. Правильно понимать хадис, как он есть, а не давать ему толкования, противоречащие его явному смыслу. Аллах знает обо всем лучше. Раудат Аль-Мухиббин. Покидая же круг обладателей полноценной веры, он лишается благой защиты, которую предоставляет ему Аллах. Ибо поистине Аллах защищает тех, кто уверовал. И он лишается всякого блага, которое Аллах упомянул в своей книге, как следствие веры. Их около сотни, и каждый из них лучше этого мира со всем, что в нем. К ним относится великая награда, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой. Сура женщины, аят 146. К ним относится защита от зла в этом мире и в мире вечном. Поистине Аллах оберегает тех, кто уверовал. Сура хадж, аят 38. К ним относится и спрашивание ангелами, носителями трона, прощение для такого человека. Те ангелы, которые несут трон, и те, которые вокруг него прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих. Сура прощающий, аят 7. К ним относится покровительство Аллаха, а тот, кому покровительствует Аллах, не будет унижен. Аллах покровитель тех, которые уверовали. Сура корова, аят 257. К ним относится и то, что Аллах повелел ангелам укреплять и поддерживать такого человека. Вот твой Господь внушил ангелам, я с вами. Укрепите тех, которые уверовали. Сура добыча, аят 12. К ним относится и повышение степеней у Аллаха, прощение и щедрый удел. Всевышний Аллах сказал, они являются истинно верующими. Им уготованы высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел. Сура добыча, аят 4. К ним относится и могущество. Могущество присуще Аллаху, его посланнику и верующим. Но лицемеры не знают этого. Сура лицемеры, аят 8. К ним относится и то, что Аллах с верующими. Поистине, Аллах с верующими. Сура добыча, аят 19. К ним относится и возвышение в этом мире и в мире вечном. Аллах возвышает степени тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Сура препирательства, аят 11. К благам, которые он дает верующим, относится и то, что он одаряет их вдвойне из своей милости, дарует им свет, с помощью которого они ходят, а также прощение грехов. Всевышний Аллах сказал, «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и веруйте в его посланника, и тогда он одарит вас вдвойне из своей милости, дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах, прощающий, милостивый». Сура железа, аят 28. То есть, «О вы, которые уверовали, исполняйте веления Аллаха и соблюдайте его запреты, и веруйте в его посланника, мир ему и благословение Аллаха. И тогда он одарит вас милостью своей вдвойне и наделит вас светом, благодаря которому вы будете следовать прямым путем, и простит вам грехи ваши. Ведь Аллах, прощающий для своих рабов, и милостивый к ним». Тафсир Муясар. К ним относится любовь, которой Всевышний Аллах одаривает верующих, внушая своим ангелам, пророкам и праведным рабам любовь к ним. Всевышний Аллах сказал, «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью». Сура Мария, аят девяносто шестой. То есть, поистине Аллах внушит людским сердцам любовь к тем, которые уверовали в Аллаха и последовали за его посланниками, и совершали благие деяния в соответствии с шариатом. Тафсир Муясар. «К ним относится избавление от страха в день, когда будет господствовать великий страх. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха при встрече с Господом и не будут опечалены утратой мирских благ». Сура Скотт, аят сорок восьмой. «К ним относится и то, что они и есть те облагодетельствованные, о которых сказано, что мы должны просить наставления на путь, которым следуют они, по семнадцать раз ежедневно». Это указание на следующие два аята из Суры Аль-Фатиха, которую мусульманин читает в каждом ракате обязательной пятикратной молитвы, то есть, по меньшей мере, семнадцать раз ежедневно. «Наставь нас на прямой путь, путь тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого ты разгневан, и незаблудших». К ним относится и то, что Коран для них – верное руководство и исцеление. «Скажи, он – верное руководство и исцеление для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это те, которым взывают издалека, и они не слышат и не отвечают». Сура разъяснены, аят сорок четвертый. Таким образом, вера является причиной прихода к человеку всякого блага. Вера – причина всякого блага в этом мире и в мире вечном. Тогда как отсутствие веры – причина всякого зла в этом мире и в мире вечном. Так как же может раб Аллаха с легкостью совершать то, что выводит его из веры и создает пропасть между ним и верой? И создает пропасть между ним и верой, хотя и не выводит его внешне из числа мусульман. Если он будет продолжать грешить и станет упорствовать в своих грехах, то у нас есть все основания опасаться, что они окутают его сердце и выведут его из ислама полностью. Именно поэтому наши праведные предшественники испытывали страх. Некоторые из них говорили при этом «Вы боитесь грехов, а я боюсь неверия».